здравствуйте дорогие друзья я очень рада приветствовать вас на моем канале сегодня снимаю новое видео о косметике с алиэкспресс будет много товаров о которых вы просили меня рассказать поэтому думаю вам будет интересно все ссылки на все товары как всегда найдете в описании не забывайте что если вы видите не тот товар перейдя по ссылке вам нужно нажать добавить товар в корзину либо выбрать цвет и вы увидите все товары лежащие в этой ссылке и так давайте не будем затягивать приступим к обзору всем приятного просмотра сегодняшнее наше обсуждение начнем с новой палетки теней анастасия ваврили hills многие из вас ждали обзора на эту палетку оформление и как видите отличается от предыдущих палеток анастасия все прошлые палетки имели бархатное покрытие эта палетка имеет сверкающие шиммерное покрытие но от этого она не менее прекрасно все надписи на ней выполнены белыми буквами как с лицевой таки с обратной стороны внутри тоже все идентично на одной створке располагается зеркало палитра этих теней состоит из 14 оттенков здесь 7 матовых оттенков и 7 шиммерных консистенция их очень приятная помол матовых теней супер мелкий помол шиммерных теней более крупный матовые тени более сухие шиммерные тени более мягкие более кремовые и более насыщенные также палетка имеет кисть но кисть снова немного отличается от кистей из предыдущих палеток здесь черно-белый кончик кисти уже лопаточкой и это не мягкая растушевочная кисть как раньше мне очень понравилась цветовая палитра этих теней во первых тем что здесь присутствует самый светлый матовый оттенок такие оттенки я всегда наношу как базу под все остальные цветные тени по которым последующие тени будут хорошо тушеваться дальше меня приятно порадовало наличие черного оттенка которым я всегда делаю стрелку и три очень хороших здесь коричневых оттенка один более теплый 2 более холодный коричнево-серый оттенок замечательно он кстати как растушевочный и последний третий оттенок темно-коричневый идеально подходящий для затемнения складки дальше два здесь очень красивых оранжевых оттенком я делала ими переход на подвижном веке и макияж получился очень эффектным очень красиво и также большое количество здесь шиммерных оттенков которые прекрасным будут смотреться на подвижном веке они также между собой замечательно сочетаются очень красивые переходы между ними получаются мне эта палетка понравилась я ее себе оставила пользуюсь ею все последнее время после получения но если сравнивать ее с предыдущей палеткой soft glam которую я просто обожаю ее формула чуть более сухая и чуть чуть менее пигментированная чем у soft glam soft glam просто идеальная безупречная одно из самых моих лучших косметических приобретений на aliexpress так что если вы выбираете между этими двумя палетками выберите обязательно soft glam кстати пару месяцев назад я себе приобрела оригинальную палетку soft glam и не сказала бы если честно что я была в каком-то большом восторге потому что обошлась мне оригинальная палетка в 4000 рублей а ту которую я приобрела на aliexpress обошлась мне в 500 если накрасить один глаз одной палеткой а другой глаз другой палеткой то разница между макияжами не такая значительная я бы даже сказала вообще особой разницы как-то не вижу ну уж точно разница не восемь раз как в ценах между ними может быть в два в три раза максимум но если честно если бы я имела возможность сравнить эти палетки до покупки я за 4000 оригинальную палетку бы скорее всего не приобрела если вам интересно могу сделать обзор сравнения ну и вторая палетка которая я уверена что также будет вам интересно потому что множество зрителей меня просили сделать наконец-то на нее обзор очень красиво она выглядит внешне все замечательно я бы даже сказала впечатляюще она выглядит внешне коробочка очень красивая внутри все стандартно на одной стороне зеркала на второй палитра из 18 оттенков здесь как матовые так шиммерные и супер шиммерные оттенки если вы хорошо изучали оригинальную палетку то сразу же увидите здесь отличие первое отличие заключается в неточности оттенков не настолько сильно здесь похожи оттенки на оригинал второе отличие заключается в том что настоящей палетке присутствует консилер здесь нет никакого консилера здесь только тени и следующее отличие как раз в этих супер шиммерных тенях в оригинале заявлено что это такая супер мягкая кремовая сверх сияющая формула здесь же это просто шиммерные тени которые смешали из классических шиммерных теней и теней в виде слюды следующее отличие заключается в формулах этих теней формула оригинальных более мягкая намного более пигментированная насыщенная они лучше прилипают пигментация там конечно мега зверская здесь пигментация средняя если конечно наносить на базу то пигментация будет очень хорошей также можно наносить допустим на консилер на тональную основу будет все очень хорошо если наносить на сухое голое веко то разумеется результат будет очень слабым и очень очень плохим тем не менее если постараться и если иметь желание и аккуратность можно при помощи этих теней сделать множество очень красивых макияжей я делала при их помощи три макияжа и все они мне очень понравились пигментация некоторых теней здесь более слабая но есть в особенности несколько шиммерных теней которые ложатся очень очень насыщенно и оттенки имеют красивые в общем за 500 рублей которые мне обошлась эта палетка довольно неплохой заказ но далеко не самый лучший из палеток с алиэкспресс если сравнивать его с той же первой худой или с теми же софт глэм то конечно две вторые палетки намного намного круче по всем своим характеристикам и свойствам но если вы давно хотели попробовать эту палетку и вам нравится именно эта цветовая палитра то воспользуйтесь всеми моими советами по поле пигментированным нанесению и я думаю что вы также останетесь довольны этим заказом следующая палетка у меня снова теней она уже типа от кайли эту палетку я ждала с не меньшим предвкушением поскольку она имеет очень богатую цветовую палитру ну давайте сначала начнем с оформления оформление прекрасное нежно-розового цвета здесь картонная коробка серебристыми буквами выбито название логотипа все внешне хорошо но сразу же при открытии этой палетки я обнаружила что ко мне каким-то образом зеркало целым не доехала она пострадала все побилось и я его после обзора очень тщательно выковыривала избавилась и полностью от всех осколков у меня получилось чисто картонная палетка без зеркала дальше давайте пойдем к самому первому преимуществу этой палетки но это как я уже сказала большая цветовая палитра это 28 рефилов 28 таким количеством цветов не может похвастаться еще ни одна из моих палеток оттенки здесь красивые модные ходовые как супер яркие акцентированные так и нюдовые розовые коричневые нет здесь черного оттенка что как-то зря на мой взгляд приходится все время лезть какую-то другую палетку мне чтобы сделать стрелки как вы видите здесь есть чисто матовые тени и чисто шиммерные шиммерные супер мега кремовые матовые суховатые опять же soft glam имеет более мягкие матовые тени некоторые из оттенков я бы даже здесь назвала меловыми особенно вот самые светлые более темные были насыщенные они уже имеют другую консистенцию следующее достоинство этой палетки в том что эти рефилы находятся на магнитной ленте то есть вы их можете доставать из этой палетки менять их местами и если у вас закончится какой-то рефил вы можете вместо него положить другой очень удобно очень практично по поводу побитого зеркала конечно же открываем спор и возвращаем большое большое количество суммы за причиненное вам неудобство а можно даже попробовать и на всю сумму открыть спор поскольку но мало кому я думаю нужна такая палетка с испорченным внешним видом опять же эта палетка имеет такой незаметный прозрачный оттенок который собственно и предназначен для того чтобы наноситься первым на века и по нему уже сверху наносятся остальные оттенки и замечательно легко растушевываться из-за чего у вас не будет никаких пятен все очень будет плавно нежно переходить из оттенков оттенок дальше как видите хорошая здесь пигментация как я сказал шиммерных оттенков хорошая пигментация темных но слабая пигментация светлых опять же для более сильной пигментации можно использовать базу под тени консилер либо тональную основу по итогу палетка очень даже неплохая если ее опять же правильно применять не нужно пытаться нанести такие тени но сухое чистая века на которое ничего не нанесено и потом говорить что палетка ужасная что тени совершенно не переносятся нужно обязательно под эти тени что-то нанести на что они будут приклеиваться хотя шиммерные оттенки этой палетки совершенно не нуждаются ни в какой основе в общем если понравилась палитра если понравилась задумка то можно попробовать если пришел какой-то дефект в виде разбитого зеркала как у меня обязательно открываем спор следующий мой заказ это тональная основа dior очень презентабельно выглядит внешне я даже получила какое-то некое удовольствие когда крутил эту коробку в руках и когда открывал ее после того как я увидела данный товар в этом магазине мне конечно же тоже очень хотелось попробовать его сразу начнем с того что запах этого тонального крема этой тональной основы очень приятный вот замечательно приятный такой легкий нежный не знаю даже как передать но в общем скажу просто очень приятный оттенок и я бы сказала что этот оттенок немножко желтовато-рыжеватый для меня хотя на лето он подойдет идеально и я в принципе в него вмешиваю какие-то более светлые тональные основы и он смотрится хорошо хотя если наношу его в чистом виде то мое лицо смотрится таким загорелым свежим как будто бы я куда-то съездила отдохнуть дальше консистенция этой тональной основы необычная но мне понравилось здесь большое количество каких-то увлажняющих компонентов но не жирных компонентов очень она мне напомнила одну тональную основу которая называется music flower то есть если вы пробовали ее то вам понравится и это то если вы пробовали и знаете тоже имеет такой супер гидрированный супер увлажняющий эффект никаких пор она вам не подчеркнет никаких морщин она вам не подчеркнет более того она подтянет вам морщины и сделает их вообще незаметными никаких шелушений снова видно не будет она очень хорошо выровняет поверхность кожи выровняет ее рельеф при этом она не подойдет вам если вам нужно скрыть какие-то выраженные недостатки то есть пигментация у нее я бы даже сказала немного ниже средний покраснение синяки пигментные пятна ничего она вам не скроет подойдет она вам в том случае если у вас достаточно ровный тон кожи но вам нужно как-то кожу подтянуть увлажнить сделать такой здоровый холеный вид вашей кожи вот это все она сделает мне очень понравилось как она ложится на кожу просто очень при очень и учитывая то как сейчас сильно сохнет кожа и дома при отоплении и на улице при достаточно суровой погоде эта тональная основа не ощущается как жирная она ощущается как ухаживающая и увлажняющая в общем честно очень понравилось но мне к сожалению она не подходит из-за того что у меня большое количество дефектов которые нужно перекрывать она их не перекрывает но я думаю оставить ее на лето надеюсь что она не будет жирной летом для меня если не будет то стану ею летом пользоваться следующий мой заказ наконец-то я его дождалась эта помадка для бровей анастасия беверли-хиллз в оттенке блонди я вам говорила как-то пару лет назад что я заказывала уже такую помадку что я ее обожаю что ничем другим я не пользуюсь моя помадка за этот срок подсохла и я решила заказать себе вторую хотя тут тоже не выбрасываю цена этой помадки позволяет ее заказать к тому же как мы знаем этот магазин в любое время могут закрыть поэтому я стараюсь все что мне нравится все-таки заказывать поскорее оформление ее замечательная кисть стандартная двусторонняя на одной стороне находится щеточка для расчесывания бровей на 2 скошенная плоская кисточка для нанесения этой помадки как-то в комментариях под одним из моих видео косметики моя зрительница написала мне что она тоже заказывала первый раз ту помадку после первого моего обзора и спустя достаточно долгое время она заказала эту помадку еще раз и их качества отличались действительно качество 1 и 2 помадки отличаются несмотря на то что оттенок на них указан один и тот же вот это моя новая помадка имеет более светлый оттенок и более кремовую консистенцию 1 имела более сухую консистенцию но возможно это было из-за того что она как-то не герметично была закрыта или крышкой ее как-то не позволял ее герметично закрыть это помадка у меня мне кажется как-то подсохла в пути это же какая-то более жидкая более прям такая кремовая то более сухая была и да оттенок ее действительно более светлый если бы я это знала я бы заказала себе более темный оттенок как-то когда я крашу брови краской то она действительно становится чересчур светловато для меня тем не менее в заказе своем совершенно не разочаровалась я ею пользуюсь мне нравится ее консистенция мне нравится как она ложится мне нравится что после того как она засыхает она не остается липкой жирной она очень красиво очень натурально смотрится на бровях запах имеет прекрасный в общем все все в ней идеально тем более за такие смешные деньги я думаю что можно даже попробовать и потемнее оттенок выбрать и снова заказать оттенок здесь кстати для блондинок просто идеальный если вы имеете светлые волосы причем если вы делаете цвет своих волос холодным то она вам идеально подойдет она не имеет никакой ни желтизны ни рожевизны а такой натуральный коричнево-серый оттенок причем он на моей руке выглядит каким-то фиолетовым нет на самом деле он не имеет фиолетового подтона он имеет очень красивый холодно-коричневый оттенок дальше у меня высветляющая пудра от рианы фирменной картонной коробочки все с коробочкой прекрасно дальше сама упаковка стильная красивая в белом цвете и пудра у меня это имеет как раз фиолетовый подтон я конечно планировала высветлять ее определенные участки но как-то смущает меня фиолетовый потом потому что он прям действительно выбеливает кожу он ее не высветляет а именно выбеливает не очень мне это нравится честно лучше бы она имела просто белый оттенок в общем с ней нужно быть аккуратнее ее не должно быть много и нужно очень-очень легким и тонким слоем ее наносить тогда все будет хорошо на коже смотрится великолепно не сушит не стягивает морщин не подчеркивает очень красивый очень однородный такой тон и рельеф создает на коже качество понравилось по-моему мельчайший и текстура не миловая кожу делает красивой дальше супер-пупер средство которому я боже мой я просто не нарадуюсь этому средству оно заявлено как хайлайтер и множество визажистов сокрушаются на оттенки этого хайлайтера потому что ну совершенно не понимают как эти оттенки в хозяйстве можно применить я не использую этот товар в качестве хайлайтера я использую его в качестве теней прекрасных великолепных супер красивых мега пигментированных и с очень красивыми оттенками теней та же фирма что и пудра тот же замечательный стильный дизайн в белом цвете ничего лишнего мне очень нравится такой дизайн и вот зеркало на одной стороне а на другой собственно два оттенка оба оттенка прекрасные они настолько красиво смотрятся на глазах кстати сегодняшнее видео я снимаю как раз с макияжем глаз которые я делаю при помощи вот этих для меня тени замечательная формула очень мягкая очень кремовая очень приятная хорошо наносится и кистью но супер красиво наносится пальцем вот просто просто великолепно я наношу первый слой кистью смотрю смотря куда я собираюсь идти если как-то как в качестве дневного макияжа я оставляю один слой но если мне нужно прям вот больше цвета больше насыщенности я просто не стесняюсь и пальцем наношу второй слой делая как раз на подвижном веке переход из этих двух оттенков невероятно красиво они между собой сочетаются и макияж очень свежим очень сочным при этом не вычурным и не дешевым смотрится делается максимально просто как я уже сказала переход на подвижном веке выполняется при помощи этих двух оттенков и подвижная века затемняется холодным коричневым оттенком и подчеркивается складка века более темно-коричневым оттенком и черными тенями я рисую стрелки вот и все макияж готов но можно конечно же еще внутренний уголок подсветить какими-то белыми шиммерными тени очень очень это красиво это не похоже ни на одни тени которые я заказывала не на алиэкспресс не где-то еще очень-очень невероятно супер классная формула дальше хочу вам показать набор кистей маг в картонной коробочке пришел ко мне этот набор и он имеет футляр виде их классической помады интересный дизайн интересная задумка сами кисточки находились в пакете и еще каждая кисточка находилась своем собственном полиэтиленовом чехле здесь четыре кисти самая большая пушистая которую я использую для нанесения хайлайтера на для этого просто безупречно подходит также можно ею наносить румяна если вы хотите нанести высветляющую пудру на области под глазами на лоб тоже вполне она сгодится для чего-то другого нет она мне не понравилась только вот для этих продуктов плоскую скошенную кисть для нанесения либо помаду для бровей либо любого другого продукта для бровей либо для прорисовывания стрелки следующая кисть мягкая я ее использую для нанесения коричневых теней на неподвижное веко и последняя кисть также мягкая но более плоская я использую ее для проработки для подчеркивания складки века в общем такой стандартный набор вполне подходящий для экспресс макияжа также его удобно благодаря футляру носить с собой очень понравилось качество ворса этих кисти понравилось качество ручки и металлическая и деревянная часть все выполнено безупречно сначала как-то без особого восхищения я рассматривала эти кисти но после того как я ими попользовалась я никуда девать их не собираюсь себе оставила и планирую их дальнейшее проживание у меня дальше вот такой красивый красочный набор типа от и в сан лоран о котором тоже меня спрашивали который заинтересовал многих прекрасная яркая золотистая подарочная коробка очень очень конечно здорово все это выглядит оформляют конечно безупречно изобретатели этой косметики в состав этого набора входит помада в красном цвете цвет очень красивый свежий сочный запах имеет помада очень приятный у нее красивый такой звездочный принт скажем так звездное тиснение помада легкая мягкая супер гидрированная супер увлажняющая очень комфортно смотрится на губах но не сверх стойкая если вас интересует именно стойкость но вид придает губам молодой сочный свежий все очень красиво тушь тоже понравилась своим качеством у нее хороший запах у нее прекрасная кисть и хороший сам состав этой туши как то вот честно удивительно меня порадовало качество этого набора если честно ожидала намного более худшее качество ну как то даже наверное склоняюсь оставить его себе и попользоваться хотя бы какое-то время качество упаковок самих продуктов кстати тоже очень странным образом приятно удивляет дальше следующий продукт это лайнер тоже замечательная упаковка прекрасно рисует этот лайнер даже по теням по пудре обычно подобные лайнеры с алиэкспресс как-то не очень стойко реагируют если вы наносите их на сухие продукты то есть они достаточно быстро начинают терять свое качество здесь же нет он очень насыщенный очень стойкий и я пользуюсь им уже продолжительное время замечательный лайнер самый лучший из всех что я пробовала причем после нанесения он не растекается как это делают некоторые лайнеры с алиэкспресс дальше база под макияж первое время после получения я думала что это крем для лица но нет это база под макияж причем база опять же восхитительная когда вы ее наносите она имеет такую жирненькую консистенцию такую питательную увлажняющую при этом она здорово как-то вбивается в кожу впитывается в нее проникает в нее очень хорошо но буквально спустя несколько секунд ее поверхность становится сухой такой нежный не липкой не жирной очень однородной и на нее замечательно ложатся все последующие продукты в виде тональной основы консилеров и тому подобное хороший состав хорошая упаковка хороший запах в общем да тоже достойный продукт в общем честно действительно хороший набор к моему большому удивлению только положительные эмоции и положительные отзывы могу вам высказать о нем ну и последний товар на сегодня это набор помад мак очень похожая по дизайну коробка тоже в золотистом цвете я вам показывала одну помаду из этой серии говорила вам что она мне очень понравилась у нее хорошее качество великолепный запах то помада была такого золотого цвета здесь 6 помад в наборе очень красивое оформление этой коробки я говорю так много о коробках потому что многим важно качество упаковки поскольку их интересуют эти товары либо для продажи либо для подарков оформление самих помад более чем достойное я бы даже сказала красивейшее оформление и так первая помада здесь прозрачная проявляющаяся со временем она после нанесения начинает приобретать более розовый оттенок но все таки она имеет вид бальзама для губ дальше второй оттенок красный эта помада такая гидрированная очень очень красиво очень сочно смотрящаяся на губах очень сильно она похожа по свойствам с прошлой помады из прошлого набора и даже оттенки у них идентичные только эта помада чуть более насыщенная следующая помада тоже гидрированная но уже свеже розового цвета и кстати цвет здесь совершенно не дешевый он действительно очень красивый и благодаря вот именно этой формуле этой консистенции он смотрится не дешево не как на кукле барби следующая помада также имеет очень достойный малиновый оттенок глубокий красивый и снова совершенно не дешевый цвет далее еще одна красная помада но снова немного уходящая малиновый не такая темная как прошлое но и не такая теплая как вторая еще одна помада имеющая малиновый оттенок кстати очень очень похожа с позапрошлой я думаю что на губах даже как-то особой разницы не будет но она чуть более холод чем позапрошлая вот такие оттенки прекрасный запах прекрасная консистенция очень очень понравились эти помады ну вот и все сегодняшний обзор подошел к концу очень надеюсь что вам были интересны и полезны мои отзывы и они помогут вам сделать правильный выбор не забывайте разворачивать описание чтобы увидеть ссылки на все заинтересовавшие вас товары оцените это видео лайком либо дизлайком обязательно подписывайтесь на мой канал я буду вам очень рада и увидимся с вами здесь в следующем обзоре всем до скорых встреч субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok